Всем привет! Я Валерий Хаблов. Вы на канале Старая Голубятня. Сегодня будем делать заготовки под простейшие солонки. Материал дуб. Вот из такого кусочка выходит 4 солонки. Дерево проверенное в работе. Хорошо сушится. Поэтому будем делать сразу небольшую партию штук 40. Дело в том, что заготовленный материал нельзя хранить долго в сыром виде. В таком виде как он сейчас есть, если долго хранится идут трещины торцевые. Если закрыть пакетами, не дать испаряться влаге, развивается плесень, что может испортить внешний вид. Поэтому делаем заготовки на небольшие партии и сразу же перерабатываем. Этот метод проверен годами и позволяет избежать ненужных потерь. Прежде всего, набиваем центры. Все делаем на глаз. Стандарта какого-то в салонах нет. Размеров не придерживаемся. Набиваем центры керном и ставим поводок. Учитывая то, что здесь поверхность не перпендикулярная, боковой стенки торец. Набиваем таким образом, под небольшим углом в разные стороны. В этом случае получаем достаточно надежное крепление. Под каким бы углом не стал торец, он будет надежно закреплен. Крепим станок. Проверяем. Выставляем предварительно подручник таким образом, чтобы он не задевал. Для грубой обработки применяем вот такой резец. Это не рейер в понимании обычном, это рафингауч или резец для грубой обработки. Он имеет прямую кромку. Угол заточки примерно 50 градусов. Здесь неважно угол. Его задача снять углы заготовки. В принципе можно обрубить эти углы топором, но в общем-то и на станке это не представляет большого труда и сложности. Затачиваем резец. Резец затачивать удобно, поскольку у него прямая кромка в одном положении. Приступаем. Обрабатывать начинаем с одной стороны, не бегаем по всей заготовке. Резец ставим сначала перпендикулярной оси и после контакта. Несколько разворачиваем. С этой стороны идем в другую сторону. Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После того, как мы получили цилиндрическую форму, надо отторцевать заготовку, чтобы получить перпендикулярное расположение торцов оси. Для этого можно использовать разные инструменты, но я пользуюсь вот таким резцом из быстрорежущей стали. Вполне надежно работает на небольшом вылете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь можно поделить заготовку на четыре части. Для этого я использую отрезной резец. Он и сделан из старого напильника. Затачиваю я, может быть, необычным для кого-то образом, но заточка эта вполне надежная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 дерево у нас твердое поэтому можно зажимать с усилием если даже не будет у нас точного попадания будет небольшое биение теперь обработку ведем вот таким резцом по своему профилю это чашечный резец болгауч но он самодельный вернее делал кузнец ковал из рессорной стали вид у него не очень скажем такой презентабельный но работает вполне эффективно особенно по сырому дереву в основном он по сырому дереву и применяется и если сравнивать стоимость этого резца с фирменным то 4 доллара которые он стоил против 100 150 это конечно большое преимущество работаем двумя сторонами левой и правой по окончанию выборки надо сгладить поверхность чтобы не допустить быстрого испарения для этого старенький шабер вернее это скрепер из советской сейчас намески но еще работает на коротких расстояниях довольно эффективно вот можно считать что изделие для сушки готово вот такая получилась заготовочка теперь процесс сушки дерево у нас твердое форсировать сушку не стоит поскольку возможно появление трещин для снижения быстрой потери влаги мы предварительно еще покрываем тонким слоем клея пва который закрывает поры не дает влаги быстро испаряться ну вот само изделие не очень большое и я думаю за две недели оно будет высушено я работаю пооперационно сначала протачиваю цилиндры потом режу на части потом наружная обработка внутренняя работа такой пооперационный метод позволяет избежать потерь времени и работа идет довольно производительно за рабочий день можно таких заготовок сделать штук 50 дерево красивое покрыв воском проявляется текстура всегда будет востребовано единственное однообразие делать одно и то же изо дня в день очень тяжело поэтому мы чередуем но это самое первое изделие оно до сих пор остается актуальным до сих пор мы возвращаемся к нему на этом все до новых встреч на канале старая голубятня до новых встреч в следующем году и сначала в�냅 и